Добрый день! Указан президент Российской Федерации на 1 июля 2020 года назначено общероссийское голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации. В чем особенности того голосования, которое будет происходить в этом году? Чем оно будет отличаться от традиционных выборов? Самое главное отличие в том, что проголосовать можно будет не только в день голосования 1 июля. Голосование начнется за 6 дней до 1 июля. Начиная с 25 июня каждый участник голосования в любое удобное для него время может прийти на свой избирательный участок и сделать свой выбор. Второй момент. В связи с тем, что у нас голосование проходит в условиях повышенной готовности, избирательные комиссии должны применять все необходимые меры для того, чтобы голосование прошло безопасно. На каждом участке обязательно должен быть медицинский работник. Каждый, кто придет проголосовать, у каждого будет измерена температура. В случае выявления симптомов будут приниматься необходимые меры. Мы делаем все для того, чтобы распределить голосующих по времени. То есть, чтобы на избирательном участке не было столпотворения по заранее утвержденному графику, мы будем растягивать голосование на все 7 дней. И еще одна особенность. Постараемся максимально провести голосование вне помещений, то есть на открытом воздухе. Это на любом объекте придомовой инфраструктуры. Это может быть двор многоквартирного дома, площадка перед клубом, магазином, ФАПом. Там будет развернуто голосование на открытом воздухе именно для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность. У нас будут в обязательном порядке такие виды голосования, как голосование на дому. То есть тот, кто сам не может прийти на избирательный участок по различным причинам, может пригласить к себе участковую избирательную комиссию. Будет выездное голосование. То есть участковая избирательная комиссия будет выезжать в другие населенные пункты. То есть не избиратель идет на участок, а участок приближается максимально к нему. Для того, чтобы участник голосования мог выйти во двор условно, подойти там к соседнему зданию и там проголосовать. Это как раз делается для того, чтобы обезопасить всех, кто участвует в голосовании. Органы госвласти Чувашской республики закупают в необходимом количестве средств индивидуальной защиты. Для всех лиц, участвующих в голосовании и для членов комиссии будут закуплены одноразовые медицинские маски, в необходимом количестве, которые нужно будет постоянно менять, перчатки, тоже удобные медицинские, специальные защитные экраны. Будут в большом количестве закуплены антисептические средства, как для обработки рук, так и для того, чтобы обрабатывать поверхности и площади. Точно так же для каждого избирателя тоже будет закуплена одноразовая маска, перчатки, индивидуальная ручка, специальная салфетка для дезинфекции. То есть все будет делаться для того, чтобы голосование прошло максимально в бесконтактном режиме. Бюллетени, кстати, уже изготовлены в необходимом количестве, направлены в территориально-избирательные комиссии. Комиссии сейчас тоже занимаются подготовкой к предстоящему голосованию, доформировывают составы участковых комиссий, где необходимо, занимаются подготовкой помещений для предстоящего голосования. Работа идет в плановом режиме, и мы уверены, что совместно мы сумеем провести голосование так, чтобы все было на должном организационном уровне. Голосование будет проходить на традиционных избирательных участках. То есть тот участок, где обычно участник голосования, избиратель голосует, там же он и будет принимать участие в голосовании 1 июля. Если вы в этот день знаете, что будете находиться в другом месте, далеко от своего избирательного участка, то через портал государственных услуг, через МФЦ, через соответствующую территориальную избирательную комиссию, можно будет открепиться от своего избирательного участка и прикрепиться к тому участку, где вы будете находиться. Это право каждого гражданина, каждого участника голосования. Проект называется «Мобильный избиратель». Мы уже голосовали с его использованием. Он очень удобен, он позволяет каждому избирателю выбрать тот участок, где ему будет удобно проголосовать. Узнать, где сейчас, к какому участку вы прикреплены, тоже можно через портал государственных услуг, через сайт Центральной избирательной комиссии Чувашской республики. Будет, скорее всего, будет организовано еще и СМС-оповещение. То есть до каждого избирателя будет доведена информация о том, где он может проголосовать, как он может проголосовать, и что ему нужно сделать для того, чтобы реализовать свое конституционное право.